Девочка 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 Абсолютно. А без 5,9 начальник же ему сделает за это. Потому что опасно. Он, Господу Богу, Господи, помоги, найди место для парковки. Он меня убьет. Я буду, Господи, намолиться Богу, буду ходить в церковь. Я буду очень послушным человеком. Пожалуйста. Смотрит на одно место, освобождается, человек уезжает. А, не надо, уже нашел. Где-то на одном из островов Индийского океана терпит овреденную посадку небольшой одномоторный самолет. Слава Богу, летчик жив, вышел, мало чего понимая. Смотрит, навстречу идет племя. В полном составе, во главе шеф, то есть вождь, в носу кольцо, кеды у кого-то отобрал. И я, ну, так не доброжелательно смотрю на него. Что это птеродакт не любал? Неизвестно. Он понимает, что мосты надо наладить сразу, чтобы не сожрали. Поэтому улыбку в этом бафе, как у щелкунчика, почти вокруг головы. И выдает такой текст. Я, я прилетел на вот этой железной птице. Но у нее, у птицы, у меня все хорошо, сломалось крыло, оно не работает. Я ее починю, и я на ней, я на ней взлечу, чтобы я вам купил подарки. Потому что вы и я, мы все друзья и братья. Понятно? Вожж, говорю, да очень понятно. А что ты разговариваешь, как дурак? Предыстория следующая. Один мужик сильно пил. Кодировали его, торпедировали, цепями к батарее приковывали. Но он цепью перегрызал и напивался. И тут его жена узнает, что какая-то старушка продает лекарство от пьянства. Она делает там какой-то на водяной бане, на дубовой коре какой-то там свой рецепт. Она пришла к старушке, попросила продать это лекарство. Старушка согласилась. Но она была уже сталенькая, реноска подслеповатая. Поэтому слегка перепутала и вместо лекарства от пьянства выкатила и бидон чистого спирта. Жена прикатила бидон домой, подписала лекарство от пьянства. И начала лечить мужа от алкоголизма. На 10-й день лечения муж выглядел примерно так. Я полностью победил алкоголизм. Часть перед новым прошла абсолютно. Пью лекарство, как прописали, 4 стакана в день, до еды, и 5 после, и 6 на ночь. Вы не поверите, желание выпить отсутствует полностью. Я думал, лекарство будет противное. Нет! Очень приятный вкус. Что-то напоминает. Не могу понять, что, но что-то это более знакомое. Жена мне говорит, я думал, а ты не захочешь лечиться, придется тебя заставлять, а ты молодец. Уже в 6 утра бежи с ковшиком только слюни капаешь. Я говорю, это потому, что я ненавижу этот проклятый алкоголизм. Горил он синим пламенем. Кстати, лекарство хорошо горит синим пламенем. Одного не могу понять, почему ко мне, абсолютно трезвому человеку, стала приходить белка. Я говорю, что ты приперла, скатерина рыжая. Я не пью. Она рожет, как лошадь. Соседка узнала, что я пить бросил. Попресила с мужем поговорить, чтобы он тоже бросил. Ну, я пришел, позвонил в дверь. Открыл муж в трусах. На голове. Ну, пьяный. Я ему говорю, как тебе не стыдно пить? Толкоголик. Фу, на тебя. Ладно, говорю. У меня есть лекарство. Она тебе жива поставить на ноги. Мы лечились три дня. На четвертый день он не столько встал на ноги, но и на руки. И с тех пор так и ходит. Даже спит. Не, лекарство отлично. Заметил, что чем больше я пью лекарства, тем жена становится все красивее и красивее. Даже теща как-то похорошела. Как ей идут эти кокетливые усики. До плеч. Я раньше, когда пил, у меня всегда галлюцинации были. А сейчас не пью и никаких галлюцинаций. И даже вот этот бобер в зеленых шортах. Ну, вон он стоит. Он мне говорит, Гена, ты молодец, что ты бухать перестал. А то б тебе всякая фигня умерещалась. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. По пять раз одно и то же повторял. Я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. А, вспомнил, что я хотел сказать. Я раньше, когда пил, я раньше, когда пил, я все время забывал, что я уже говорил, что не говорил. Я как заново жить начал. Пьяного человека, кроме водки, ничего не интересует. А меня вчера на музыку потянуло. Весь вечер на баяне играл. Тут жена, зачем ты разогнул батарею? Заня, со здоровьем, вышел на балкон с голым торсом, делал зарядку, приседания, круговые движения тазом. Народу собралось куча. Пальцами меня тычут, фигурами ей любуются. Тут теща опять говорит, как тебе не сына, ты хоть бы трусель надел. На Новый год нарядился Дедом Морозом, пел, танцевал, хороводы водил. Тут теща. Я говорю, с Новым годом, Лидия Васильевна. Она говорит, какой Новый год, придурок? Только 15 июня. Что ты вертишься вокруг кактуса в моем банном халате? В че, в че. Вчера всю посуду помыл щеткой. Теща опять недовольна. Зачем ты моешь посуду в унитазе? Что ты ее трешь унитазным ершиком? Вплоть до того, что с этой посудой не жрет. Даже жене пожаловала. Галя, что это у меня такое ощущение? Что он у нас тихаря поддает? Жена говорит, да не может этого быть. Он везде на моих глазах только лекарства пьет. Ну, пошли, пошли они попробовали лекарства. В общем, сейчас мы лечимся всей семьей. Жена поет, теща играет на шотландской волынке. Дует в кружку эсморка. В общем, живем в полной гармонии. Единственный минус, в туалете долго сидеть не могу. Теща ломится. Гена, вставай. Мне надо посуду помыть. Так же, граждане, не алкоголики. Не теряйте надежды. И вы сможете стать таким же респектабельным и серьезным, как я. Все на наличии. Тот день все было как обычно. Тесь ходил по огороду и травил колорадского жуха свои дыхания. Жена Люба, 130 килограммов живого веса, косила траву, одетая в сексуальный топик с портретом Мэрилин Монро. Монро выглядела плохо. Из-под земли раздавались приглушенные матюки. Эта теща в погребе стукалась головой об балке. Я мастерил сюрприз для тещи на день рождения. Медвежий капкан. Прикрывая его ковриком у ее кроватки. И тут в калитку постучали. Вошел какой-то хмырь. И на ломаном русском спросил у меня и тесте, кто из нас двоих, Галина Петровна. Теща в погребе притихла. А надо сказать, что Галина Петровна взяла в кредит электромясорубку и третий год за нее не платит. Тесь сказал, что Галина Петровна, кажется, умерла. Хмырь сказал, очень жаль. Потому как британские ученые выяснили, что Галина Петровна является потомком английского короля Ричарда Львиное Сердце. Имеет право на титул Ваше Величество. Ежегодный доход 30 миллиардов фунтов стерлингов. В этот момент люк в погреб открылся. Из-под земли вылезла теща и сказала, что по такому случаю она воскресла. Хмырь упал в обморок. Очнув жизнь, он спросил, есть ли у ее величества подданные. Теща сказала, что у них полная деревня подданных, потому что с пяти утра уже все поддают. Хмырь сказала, что она может взять с собой своих слуг. В слуги тут же записалась вся деревня. С этого дня теща потребовала, чтобы ее звали Миледи. Все ей кланялись. И носили ее в магазин на носилка. Но кассирши не пускали Миледи в магазин, потому что раньше в этих же носилках носили навоз. В Лондоне королева Англии встречала их с дитем. С 70-летним принцем Чарльзом. Чарльз, как правитель Шотландии, был в шотландской юбке. Тесть пьяну подумал, что это женщина, и пригласил Чарльзу на танец. Миледи, когда королева подарила тещу золотую диадему с бриллиантами. Теща подарила ей коричневые чулки, в которых она флиртовала с Брежневым, когда он выступал по телевизору. В зале для торжественного ужина на столах стояли таблички с именами гостей. Тесть увидел на табличке надпись «Барон». Он сказал, что слово «баран» пишется через «а». А «баронесса» такого слова вообще нет. Правильно будет «овца». И тут же фломастер не справился таблички. А оскорбленный баран Кентеберийский, кузен графини овцы Градтенхен, стыдился в тесте на дуэль и кинул ему в лицо перчатку. У тестя перчатки не было, поэтому он кинул сапог. Причем не снимая с ноги. Вспомнил, что сегодня день десантника. Тесть выпил, надел тельняшку и с криком «За ВДВ!» Прыгнул с третьего этажа в королевский фонтан, не зная, что по случаю зимы с него слили воду. Дворецкого хватил удар, когда тесть вернулся в зал и бормоча «Видимо, не попал!» Прыгнул еще шесть раз. После коронации теща велела, чтобы звали королева-мать. Тесть подчинился, но каждый раз добавлял к титулу слово «твою». Утром коммерденер сказал, «Раз мы принадлежим королевской фамилии, поэтому должны одеваться по-королевски». Отвел нас в королевскую гардеробную. На тещи всего королевского гардероба налезла только карета. В Лондоне нам не понравилось, чтобы успокоить душу, мы построили русскую баню. Через месяц припрылась к королеве и спросила, «Зачем мы после бани наряди в Темзу голыми?» Теща сказала, что это русская традиция. Королева сказала, «Да, но от бани до Темзы 10 километров по центральным улицам Лондона». С тоски по родине мы так напились, что я отключился. Проснулся я дома в Воронежской области. У погреба стояла теща. В общем, после того сна наши отношения с тещей стали идеальными. Потому что я по-прежнему называю ее королевой и целую ей ручку. Правда, медвежий капкан из-под коврика я на всякий случай пока не убираю. Спасибо. Здравствуй, Зинаида. Я Тамара. Я знаю. Лизавета Егоровна. Ничего говорить не надо, я сама все скажу. У тебя проблемы с мужчинами. Как вы догадались? Я вижу. Ну и какие проблемы у тебя, убогая моя? Я говорю, Лизавета Егоровна, проблема у меня с муж... Ну? С муж... С коровами же? Да не с коровами, Лизавета Егоровна. А с этим, с бычком, эээ, с мужичком. Лизавета Егоровна, с мужиком. Я помогу тебе. Ночью. Выходишь на перекресток голая. Кланяешься на все четыре стороны. Говоришь, ахалай, махалай, я хочу лали-лалай. Посмотри. Ахалай, махалай, я хочу... Лизавета Егоровна, а можно я хотя бы платок на голову одену? Я с козьяков боюсь. Тебе нужно. Спасибо. Ахалай, махалай, я хочу лали-лал... Скажите, что, проблема с мужиком решится? Будет очень много мужиков. Некоторые могут быть в белых халатах, но бояться этого не надо. Ага. Ага. А зачем мне много мужиков, Лизавета Егоровна? Я с одним справиться не могу. В смысле? Ну, в смысле, у меня есть мужик, понимаете? Есть. Ну, как бы не целиком, а только половина, понимаете? Игы. А я бы хотела, чтобы он жену свою бросил. Я бы хотела быть с ним вместе, никогда не расставаться единым целым. Как звенья одной цепи. Колечко, колечко, кольцо. Помогут железный-железный приворот. Вот, пожалуйста. Я должна взять приворот и ночью голой на перекрестках... Не-не-не-не-не-не-не. Зачем такие слова? Берешь приворот, привязываешь мужика к батарее и все. Цена вопроса. 500 рублей, как всегда. Спасибо. 500 рублей 1 сантиметр. Итого 13 тысяч. Лизавета Егоровна, у меня с Колей все хорошо. Если б не его Мымра. У мужика зовут Коля? Коля зовут. Мой муж тоже Коля. Мы как бы немножко тезки с тобой. Так, кстати, о Мымре. Я хотела бы, чтобы он ее бросил, понимаете? Она как бы приборожила его, как бы приговорила, приковала. Жаба зеленая. Здесь поможет заклинание армянских шаманов. Я сейчас предупреждаю заклинание, и у нее сломается машина. Не мешать мне. Галета с фрэта. Машина сломается. Ай, киды, вы зубы, ты. Терял в дисках, вы затушите с араблюки, ты ваза в воде. Сколько, Лизавета Егоровна? 500 рублей. Ага. Лизавета Егоровна, а какая машина сломается? Стиральная? А можно, чтобы за 500 еще и швейная сломалась? И печатная желательно, чтобы. Лизавета Егоровна, я сейчас Коле своему звякну. Алло. Скажу, что радостная новость, что у Мэмриева, что у Мэмриева... Да, Коля. Эта машина сломалась. У меня любит. Стиральная. Пусть зараза занята. Это точно? У Коли, у Коли, у Коли машина сломалась. Блин, что-то занято и занято. Хотела сказать, что радостная новость. Вручную заразу стирать будет, чтобы руки стерла по локоть. Сейчас, Лизавета Егоровна, что случилось-то? Муж звонил, я Лексус припарковала под балконом. Балкон рухнул, Лексус вдребил. Как они подстроены? Давайте вернемся к нашей Мэмрии, Лизавете Егоровна. Продолжим. Продолжим сеанс. Заклинание чуковских жмуриков. Давайте. Включаю третий глав. Шофор. Сколько? Пятьсот? Тысяча. Почему тысяча, Лизавета Егоровна? У меня изменились обстоятельства. Беларапула. Мимо фарты скаплич. Брата фарты. Ну аппетит у вашей тряпочки, Лизавета Егоровна. Что-то так туховато идет с твоим мужиком. У тебя есть его фотографии? Есть, конечно, Лизаверит Егоровна есть. Я всегда нашу фотографию с собой. Соколик мой родненький. Колечка, мой любимый колышик. Вот эти глазочки. Зацеловала бы, честное слово. Честное слово. Хорошенький, правда? Лизавета Егоровна, хорошенький какой. Ну, налюбоваться не могу. Так это он сказал, что его жена страшная противная дура. Жаба зеленая, мымра. Знаете, как он ее ласково называет? Кариес под микроскопом. А как он в постели, если не секрет? Лизавета Егоровна, я, конечно, боюсь лазить, но я называю его Геракл. Он, значит, двенадцать раз смоет, представляете? Я думаю, боже мой, двадцать раз, какая сила в нем таилась. Это твой Геракл сказал, что он готов оставить свою законную жену одну в пятикомнатной квартире. Нет, он не такой, он порядочный человек. Свою пятикомнатную он на меня переписал. В ближайшее время собирается переписать и дачку. Ему вообще для меня ничего не жалко. У меня подарками засыпает, денежек подбрасывает. Недавно ювелирку подкинул, жаба его, оказывается, ювелирку, Юбик, принес, браслетик, брошь и кольцо. Симпатичный такой, огромного размера туда. Два пальца могу вставить сразу. Ковечка с маленькой змейкой посредине, да? Со змейкой? Откуда вы знаете? Я вижу. А недавно мы с ним на курорт ездили, отдыхали в море, плавали, пока жаба его к мамке ездила на выходные. На майский праздник. Откуда вы знаете? Я все знаю. Скажи, а он не сказал, где его мэмор работает? В бане работает. Точно, он говорил, жена моя людей парит. На деньги, говорит, разводит. Представляете, в парилке работают? Да. Недолго я там париться, как говорится. Я не понимаю, зачем тебе жить с инвалидом? Ой, Коля, абсолютно здоров. Еще не вечер. В каком смысле? В прямом. Я вижу, что сегодня вечером у него будут два сломанных ребра. Челюсть в семи местах, перелом позвоночника и сотрясение мозга в девятой степени. Четырнадцатой степени. Елизавета Егоровна, спасибо, что предупредили. Мы же с Колей в кино собрались. Я сейчас Коле позвоню. А ну, Коля, сиди дома. Кино отменяется. Да нет, с Кенчиком все в порядке. Я тебе потом все расскажу. Ради нас, чтобы с тобой счастье. Сиди дома, Коля. Все потом скажу. Спасибо огромное, Елизавета Егоровна. Ты идешь сейчас домой, обмашешь солидолар, съешь моль и два сушильных барабана. Завтра ко мне мы продолжим. Свободно. Что он тебе нашел? Коль, знаете, я сама иногда Колю спрашиваю. Коля, что ты мне нашел? Он мне честно отвечает. Дианус. Я говорю, детство. Доктор, он мечтал встать. До завтра, Елизавета Егоровна. До завтра. Алло. Коленька. Это я, твоя суши. А? А ты же собирался куда? Нет, уходить. Передумал? Ну и славно. Я сейчас приду к тебе. Почему ласковая такая? Соскучилась. Ты только жди меня, я приду, мы с тобой в бейсбол поиграем. Не умеешь? Я научу. Это прекрасная игра, мой зайчик. Ты жди меня. Целую, твоя мышка. Скоро будет, мой хорошенький. Когда по телеку моду показывали, дефиле. Не видели никогда? Будто по гост теста разрыли, оттуда скелеты повылазили и под музыку маршируют. Правильно, кстати, назвали дефиле. Так и охота крикнуть их. Дефиле! Одни маслы торчат. Пес сидел, облизывался, столько костей сразу. Тут моя Надюха говорит, я мечтаю быть такой же, как они. Я аж голубцом подавился. Я говорю, Надя, не вздумай. Я что, извращение, что при супружеской жизни с черенком от лопаты. Ну что это мода пошла? Нас мудрость на этих заморочек голливудских. И давай худей. Ну где это видно, чтобы живая баба 40 килограммов весила? У меня собака 60 весит. Женщина должна соответствовать масштабам страны. Вот Франция, страна мелкая и бабы мелкие. У нас страна необъятная и бабы такие же. У нашей бабы все есть. Уральские горы. Ну а сзади огромные сабайкалья. С нашей бабы мужик чувствует себя покорителем великих просторов. У моей до сих пор есть места, где я еще не бывал. Ну мы только 20 лет женаты, еще руки не дошли. В журнале там глянце. Зима в итальянском стиле. И девка стоит лыбиться, мини-юбка, декольте до пупа. Ты у нас в Сибири так погуляй. Тебе под эту мини-юбку снега наметет полные трусы. Замучайся выгребай. А муж тебе на ночь еще солью посыпет, чтобы не поскользнуться при исполнении супружеского долга. Я посмотрю, как это полыбишься. Ну что мы на них смотрим? Наши бабы самые лучшие. Ну что их не замухры? Гручки, прутики, ножки, веточки. Майнатьки в пупок, крикнешь оттуда эхо. Наша баба как море, в ней купаться можно. Прыгнул и качайся на волнах. Главное, забуйки держи, чтоб не снесло. Наша баба это русское поле, там пахать не перепахать. Бывает, как на паше за жук плуг сгибается. Моей на огороде картошку выкопать даже лопаты не надо. У нее левая рука совковая, правая штыковая. А две вместе шагающие экскаваторы. Рекламу гляжут, это их заморыш. В оба в юбке. Вещает Даниссимо. Легкое облачко творожка. Нежные сливки с кусочками фруктов. Изысканное лакомство. И всего 60 калорий. На отечественном телевидении должна сидеть нормальная баба. Красивая, как моя Надька, говорит, свиниссимо. Легкое облачко сало. Нежные кусочки рульки, плавающие в холодце с пельменями. Изысканное лакомство. Всего 6000 калорий. Нам их модные закидоны не подходят. Решила моя Надюха сделать пирсинг пупка. Пирсингист не смог пробить. Там слой красоты 20 сантиметров. Только дрель сломал. Моя даже брови не повела. А это мода пошла. Брюки носить так, чтобы животик был виден. Моя нарядила животик навес над брюками, как козырек над подъездом. Дождь пошел, там детский сад спрятался вместе с воспитателем. А стринги, это издевательство над русской бабой. Взять наши отечественные трусы. Все надежно прикрыто с всех сторон. Враг не пройдет. Граница на замке. А стринги, это же проходной двор. И главное, нашим бабам не подходят эти стринги. Это все равно, что донести два арбуза одним шнурком. Я говорю, на них мода не подходит. Записалась моя Надюха на танец живота. Тренерша показала, как крутить этим животом. Зря показала. Маяк, как запустил этот свой маятник смерти, люди по залу летали, как кегли. Мы, главное, уже домой приехали. Живот по энергии еще ходил два часа туда-сюда. Стены соседям долбил. У нас двушка была, теперь студия. Пусть мы потом перепланировку в БТИ согласовывали. А это мода. Собачек мелких с собой таскать. Видали, сидит такой, как бы сдох. Подмышкой тявкает. Моя говорит, хочу такую. Я говорю, Надя, тебе эта собачка как блоха. Тебе покрупнее надо. Носи нашего волкодава. А этих собак уже наряжают в одежку всякую собачачьи. Моя приперла волкодава в собачьем магазине, ничего не налезла. Она не растерялась, нарядила его в тещин халат. А я думал, не понял, что это собака. Думаю, что это Лидия Эдуардовна под диван. Залезла и кость грызла. А еще моя Надюха нарыла в интернете. За границей сейчас новая мулька. В ресторане на стол ложится девушка. На ней еду раскладывают, как на столе. Моя говорит, хочу так же. Ну, я накрыл поляну. Пупок борща налил в кастрюлю. Колбасы нарезал, сало, картошки нажарил. Жрал целую неделю. Вся бригада с работы приходила обедать. Съели только с одной ладошки. Остальное стол сам себя доел. Слава тебе, Господи. В общем, женщины, девоньки, бабоньки. Вы наши самые лучшие, самые красивые. Мы вас любим такими, какие вы есть. Хочется сказать вам стихами, но в стихах я не очень. Поэтому пусть мне поможет Николай Алексеевич Некрасов. Есть женщины в русских селениях с великой душой святой. И нафиг нам запад растленный, где бабы поют с бородой. И пусть заграничные жабы корячатся на дефиле. Родные российские бабы, прекрасней вас нет на земле. Спасибо. Меня зовут Сидоренко Николай Сергеевич. Я участвовал в спортивной передаче «Папа, мама, я. Спортивная родня». Из участвующих трех семей мы заняли почетное четвертое место. Первый конкурс «Крутящийся обруч» я выиграл в чистую. Народ аплодировал, мне даже ладошками ног. Публика не истовствовала. Потому что резинка в трусах лопнула только у меня. Следующим был конкурс «Бег по бревну». Там я тоже был первый. Но пробежав почти всю дистанцию, мои ноги соскользнули. По обе стороны бревна. Было больно. Но я не плакал. Глаза вылезли из орбит так, что слезы не пролезали. Публика не истовствовала. А следующие два конкурса я пропустил. Следующим был конкурс «Метание ядра». Я был великолепен. Дело в том, что я единственный из метателей, кто попал в мишель. Свою тёщу. Публика не истовствовала. Жалко, что тёща быстро очухалась. И нашла меня. А следующие два конкурса я пропустил. На конкурсе «Пингвин» мы ныряли с вышки в бассейн. Правила простые. Первое место у того, у кого меньше всего брызг. Меньше всего брызг было у меня. У меня их вообще не было. Не попал я в бассейн. Публика не истовствовала. Последующие два конкурса я опять пропустил. Выплюнул кафель. Я пошёл на конкурс «Бокс». Наша семья Сидоренко попала на семью Валуевых. Я попал на папу Колю. Я одел перчатки. Валуев почему-то одел всего одну. Он оказался приветливым парнем. Я ему улыбнулся. Он улыбнулся. Мне помню. Больше я ничего не помню. Говорят, что публика не истовствовала. Последующие четыре конкурса. А также финал, награждение, сладьбу племянника, сельхозперепись и день рождения в Пьехе я пропустил. Сейчас я бодрый и радостный и иду домой. Люди, участвуйте в спортивных состязаниях. Спорт — это здоровье, сила духа и жена молодуха. Санимайтесь спортом. А с меня хватит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, утро сегодня, какое погодистоеет. Сейчас племянник мой проснется на рыбалку с ним рванем. Вместе. В школу он всегда успеет. В толку с этих пятерок. Я, он отличник, был круглым. У меня пятерки стояли и валялись, где не попадя. Пятерка на пятерке. Себе-то ставить рука ж не отвалится. Батя, помню, юморист у меня был. Шо ты, сынок, говорит, одни пятерки со школы таскаешь? Шо там, выше шо ли циферов нет? Эх, я с дуру ума себе в дневник восьмерок по наставил. По три штуки в одну клеточку налепил. Всю четверть налепил восьмерку. Ну, что интересно, родители тогда пальцем меня не тронули. Отец лопатой и мать ездит. Я, конечно, понимаю, что надо в школу ходить. Ну, погода сегодня не школьная. Сейчас племянник проснется на рыбалку с ним рванем. А учится племянник хорошо, здорово учится. Это учителя, дураки. Географичка пристала. Покажи мне, где Гибралтар. Нормально? Откуда он знает, куда она его положила? Этот Гибралтар, его постоянно все ищут. Я еще, когда учился, все искали. Так и не нашли тогда. А мой племянник сейчас крайний. Двойку тоже хотела влепить ему за Гибралтар. Ну, потом передумала, после того, как я пообещал их сарай поджечь. Зоологичка такая же дура. Пристала с вопросом. Кто такой пятиконтроп? Два месяца мозги колупала. Он уже удочку у меня в руках не держал. Я в школу пришел, говорю, слышь, ты, царевна жаба. Хватит пацана кровь пить. Все проникло сразу. Четверку поставила ему за год. Или за три даже. На топор мой глядящий. Русачка Левтина Ивановна тоже прохода не дает. То суффик стопупикс какой-то. Откуда что берется? Я когда учился, их вообще не было. Ну, может, один суффик завезут в деревню. По своим ее раздербанят, мы его и не видали. Ты, если путная учитель, что ты его буквы спроси. Пацан в пятом классе только знает уже все 18 букв. Ну, ему шесть лет еще учиться, он и писать их научится. Ты, 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 ты. Не брал он твой суффик. Я вообще учил, чтоб ничего чужого не брал. Если на оттасе никого. Он за суффик кнопкой хотел поставить на стул. Я переубедил никаких кнопок. Она же женщина. Клей он намашен на стул погуще и все. Ну, прибежала она со стула на юбке приклеена. Орала как сумасшедшая. Двойку ему даже поставила. Ну, потом исправила. Ну, лучше же четверку поставить, чем ее восьмая корова домой не вернется. Правильно? По литературе училка пришла. Ваш племянник мало читает. Да он и читает и пишет побольше тебя. Он все забор и списал. Что рада же стих здесь. Солнце вышло из-за тут. Щука будет браться. Лишь бы пиво с дядькой нам да клево не набраться. Ну, классно. По математике 100 тоже здорово идет. Таблицу размножения знает, как свои пять пальцев. Я ему пятью пять, а у меня 48. Я ему дважды два, 19. В легкую все. Будет, будет с него толк. Он уже сейчас больше мне ловит. Да я ему аттестат, наверное, сам сделаю из блокнота. Да кто заметит? У меня аж который год никто не замечает, что права и паспорт из календарика сделает. Ну и бюллетени я всей деревне всю жизнь записываю. И квитанцию за свет об оплате. Так что сделай настоящий, там довый такой аттестат. А может и диплом от института, там как пойдет. Проснулся, племян. Ну что, двинем на рыбалку? Учиться? Егэй на носу! 100 долларов, видишь, на тумбочке? Да, возьми, отнеси преподавателю, поставить тебе зачет. Я договорился. Да аккуратно хватай, краска не обсохла. Давай удочки не забудь, жду тебя море. Меня зовут Вадим. Раз, раз. Что-то никак, да. Я Вадим, меня зовут Вадим. Вадим. Господи. Ну, я бизнесмен. Ира. Приятно. Я, знаете ли, угольком приторговываю, лесок гоняю туда-сюда, а вы? А я не замужем. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а где вы работаете? Да как вам сказать, Вадим? Профессия у меня странная. Я офтальмолог-строитель. Вы знаете, я по отдельности понимаю, вместе у меня как-то не сходится. Офтальмолог-строитель это как? Глазки строю. Я думаю, профессия у вас востребована. Да без работы не сижу. Вадик, а можно я вам задам совсем откровенный вопрос? Ну, пожалуйста, конечно. Вы тоже этим рейсом летите? Да. Вот видите, у нас с вами так много общего. Вы тоже очень красивый. Взаимно. Очень спортивный. Взаимно. Очень умный. Благодарю вас. Вы знаете, мне кажется, у нас с вами много общего еще в том плане, что мы часто летаем на самолетах. Я, например, частенько бываю в Америке. А вы? Вы знаете, я в Америку не въездная. А что такое? Да по своей же дурости. А. Ну, заполняла анкету в Американском посольстве. Так. Там последним пунктом стоит. Не заполнять. Ну. Но я написала. Хорошо. Вадик, если честно, вы мне очень симпатичны. Очень. Спасибо большое. Сейчас такие мужчины большая редкость. Сейчас хороших мужиков разбирают еще ими маленькими, как щенков. Да. Вот почему-то все думают, что мечта любой женщины – это удачно выйти замуж. Ну, я тоже так считал. Нет. Нет, уверяю вас. Если честно, мечта любой женщины – это жрать и не поправляться. Я даже в церкви иногда молюсь. Господи! Если ты не можешь сделать так, чтобы я похудела, сделай так, чтобы мои подруги поправились. А могу я вам задать тоже такой немножко фривольный вопрос? Конечно. Скажите, а почему все симпатичные девушки обязательно носят обтягивающие юбки? Не знаю. Наверное, чтобы ноги вместе держать. Шутка. Кстати, Вадик, хочу вам сделать комплимент. Вы очень стильно одеты. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, а у кого вы одеваетесь? Да как вам сказать? У кого просыпаюсь, у того и одеваюсь. Шутка. Да, я вижу, вы очень соумная девушка. Ирочка, а хотите? Да. Ой. Вы знаете, лететь на мячу довольно долго, около двух часов. Я хотел бы для того, чтобы убить время, предложить вам сыграть в одну игру. Вы какие игры предпочитаете? Ну, а что по мне не видно? Ну, конечно, интеллектуальные. Ну, знаете, это не то чтобы игра. Это я хочу предложить вам сыграть в такой вребус. Куда? Нет, это загадка. А, давайте. Схема следующая. Я загадываю загадку. Если вы не знаете ответ, вы отдаете мне 10 рублей. И потом вы загадываете мне загадку. Если я не знаю ответ, соответственно, я даю вам тысячу. Как вам? Ну, курс хороший, давайте. Итак, внимание. Один очень известный путешественник за всю свою жизнь провел три кругосветных путешествия. Во время одного из них он погиб. Внимание, вопрос. Во время которого? Господи. Возьмите 10 рублей. Ну, а что, такой сложный вопрос? Вадик, ботаник и не мой конек. Теперь я вас погоняю. Скажите, Вадик, кто поднимается в гору на трех ногах, а спускается на четырех? А? Вадим думал несколько часов. Он перебрал все мыслимые и немыслимые варианты. Самолет уже совершил посадку. Ладно. Возьмите тысячу. Залезает на трех и слезает на четырех. Ну и кто это? Возьмите 10 рублей. Игорь, расскажи, пожалуйста, народу, как ты попрошайничал на улице. Было дело. Хотите, чтобы я все это рассказал всем? Да, да, да. Надо же все-таки этот факт обнародить. Учился в цирковном училище. Молодые ребята, стипендий всем, естественно, не хватало. А голод не идет. Когда голод серьезный, то соображалка работает на сто процентов. Я в парке нашел укромное место, где собирались любители пива. Большей частью любителей пива это народ душевный. Я пришел, стал изображать пьяного. Говорит, ребята, помогите. Я напился, потому что от меня ушла девушка. Она была со мной долгих четыре дня. И ушла от меня, не попрощавшись. Похмелитель дайте деньги на похмел, пожалуйста. Я так сыграл, что один из них даже прослезился. Мне даже неудобно стало на самом деле. Зазвенела мелочь. Я набил полные карманы мелочи. В тот день цирковая общага гудела, потому что на столе были сосиски и колбаса, которые никто уже сто лет не видел. А скажи, Игорь, ты часто так добывал пропитание себе и своему? Честно. Честно, конечно. Еще раз. Почему один раз? Причем на следующий день. А почему? Окрыленный успехом. Я пошел в тот же парк, нашел тех же людей, стал изображать пьяного, как до этого. Естественно, начали помогать, потому что четыре дня девушка была со мной. И вдруг на плечо легла тяжелая рука закона. Я поворачиваюсь, пуговица передо мною железная. Милиционер, метра восемь роста, мне показалось так. Я глянул на него. Он произнес заклинание профессиональное. Пройдемте в участок. Я испугался, естественно. Дяденька, пожалуйста, не губите молодую душу. Я из циркового училища. У нас завтра по мастерству актера этюд. Я должен изображать пьяного. На него не подействовал. Он мне за шкурку и повел дальше. Я говорю, пожалуйста, давайте дыхну. Это подействовал. Я вдохнул, он услышал, что я не пьян сказал. Милок, больше, чтобы никогда в жизни этого не было. Пьяных на улице больше не играй. Играй на сцене. С тех пор пьяных я изображаю только на сцене. Продолжение номер D76. Пройдите окно номер пять. Экскьюз-ми. Транснациональный банк. Будулай и сыновья. Да, совершенно верно. Отлично. Уиндоу номер пять. Что? Я говорю о том, что номер пять. Да, окно номер пять. Садитесь. Г-76. Талон. Эталон. Я так поняла. Садитесь, я вас слушаю внимательно. Чем могу? Типун ванезы. Присаживайтесь. Знаете, когда давит чью ко мне пришла эсэмэска, и так мне говорит. Подождите. Вы меня простите. Я здесь новенькая, поэтому... Я не поняла, кто пришел. Эсэмэска пришла. Эсэмэска Григорьевна, почтальон. И говорит, вам, мол, одобрен кредит. То есть мне. На миллион долларов под пять рублей годовых. Я согласен. Согласен, согласен. Понятно. Значит, меня зовут Анастасия. Я ваш персональный менеджер. Очень приятно. Я хотел бы купить поддержанный смартфон Апли. Не надо, не надо хлопать. Это название смартфона. Апли. Немодгрызанное яблочко. А, Эпл. Апли. Все правильно. G27. Хороший выбор. Хороший. Но вы понимаете, дело в том, что я по инструкции, как ваш персональный менеджер, должна, прежде чем выдать кредит, должна вам задать несколько вопросов. Анастасия, оставим формальность. Мы же понимаем друг друга. Можно сначала деньги, а потом уже вопросы. Нет, 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 нет. Понимаете, дело в том, что я могу потерять работу. Поэтому сначала вопросы, потом деньги. Возможно. Возможно. Итак. Валяйте. Итак, фамилия, имя, отчество. Расколбас, полуавтоматик, младший. Младший, младший. То есть, есть еще и старший? Есть старший, но его пока никто не видел. Ага, ага. Расколбас, полуавтоматик. Подождите, подождите, подождите. А это не он у нас брал в прошлом году кредит на разработку гиперзвукового, сверхтяжелого, мультисистемного, многофункционального с отделяющимися ступенями смартфона Мутко Плюс. Именно после этого его никто и не видел. Понятно. Хорошо. Понятно, значит, я так понимаю, ценности у вас есть. О, да. Так. Носки прошу вас. Импортные, made in Mongolia, ручной вязки. 172 рубля, 12 копеек. Не густо. Что-нибудь еще? Трусы водонепроницаемые, пули непробиваемые. 15 рублей. Дешевенькие, надо сказать. Б.У. Штанишки. Оверсайз гипюровые. 100 рублей штанинами. Гипюровые, гипюровые. Да, однако. Туфельки нарядные, праздничные. Нет, ну туфли, конечно, симпатичные, импортные. Отечественные. Брал в ритуальных услугах. Я так понимаю, что Б.У. Новые. Ну и, как видите, рубашечка, кампучистские вечера. Черная. Черная. Выгорела. А есть ли у вас собственность? На этот вопрос обязательно отвечать? Это обязательно отвечать на этот вопрос. Понимаете, вы должны знать, где же вы живете. Ну, может быть, квартира, может быть, ну что-нибудь, ну дом какой-нибудь, ну, может быть, шалаш, сарай, ну что, что? Шалаш, шарай. Ну это бы тоже загнул, что шалаш, сарай. Ага, собачья будка. Теплее. Так, скворечник. Еще теплее. Что, ничего нет? Десятку. Так, ну что же мне с вами делать? Я просто не знаю. Понимаете, банк, банк должен иметь какие-то гарантии, что вы отдадите кредит. Понимаете? Ну как-то, убедите меня. Ну убедите. Честное пионерское слово. Мамы кляну, ваши. Держусь за красные. Век воли не видать. Тай, да-да-да-да-да. Тай, дари, да-да-да. Вот это уже неплохо. Та-да-да. Хорошо, хорошо. Увидели, 100%. 100%. Тогда перейдем к оплате, если можно, мелкими купюрами. Монеты по 10 рублей, полторы тонны Подойдет Хотелось бы личные вопросы Скажите, пожалуйста А для чего вы берете кредит? Что бы вы хотели? Скажу вам как на духу Только никому Давнишняя детская мечта Хочу бухнуть на Мальдивах Человеческий фактор Как я вас понимаю А гарантии? Какие гарантии? Дадите деньги, гарантируй, что бухну получается Ну я так понимаю, что кредит вы не собираетесь отдавать Я все продумал Я беру в кредит миллиард долларов У США Покупаю ваш банк Становлюсь владельцами Ратрешаю себе не отдавать кредиты И дело в фляпе Гениально, вы гений У меня никаких вопросов, больше нет Вот пожалуйста, пожалуйста Ваш договор Почитайте внимательно Я вам доверяю Напрасно Я так и знал, поэтому почитаю А че это за прикол тут? 100% под 100 годовые На 100 лет вперед Че это такое? Вдяк договор в руки Вы автоматически согласились на все условия кредита 130% подожди на 100 лет Поздравляю! Анастасия, мы взрослые люди Давайте разбираться Давайте переделаем Это стандартные условия Вы сами согласились Извините, извините Мне некогда Я на Мальдивы За ваше здоровье Добрый день Итак Дедушка с бабушкой едут в жигулях Бабушка за рулем Их останавливает инспектор ГИБДД Инспектор Петров Ваши документы Бабушка А? Дед, документы давай, права просит Пожалуйста Нарушайте, там знак был Бабушка А? Дед, нарушаешь, там знак был Аккуратнее езжай Я прослежу В Саратове идите? Да Сами из Саратова? Да Вы знаете, если честно В Саратове был самый ужасный секс В моей жизни Бабушка А? Дед Кажется, он тебя знает Грабитель забегает в банк Лежать не смотреть Все рухнули, закрыли глаза Охранник попытался обезоружить негодяя Самоотверженно бросился на него Сорвал с него маску Это тот же пристрелил охранника Одел маску Кто еще видел мое лицо? Повторяю Кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик Говорит Моя теща, но она сейчас дома Здоровый мужичок такой заходит в пивной бар Девочка кружку пива Она приносит ему кружку пива И приносит подставочку небольшую Специально Все знают Подставочки под пиво Он выпивает кружку Повторить Она приносит вторую кружку Смотрит Подставочки нет Она понимает Что взял на память Так бывает Ничего страшного Тем более подставки привезли В прошлую среду 14 килограмм Ничего не убудет Она приносит ему Вторую кружку пива Еще подставочку Он повторит Она приносит ему Еще одну кружку пива Смотрит Второй подставки Тоже нет Она думает Это жлоб Больше не принесу Не напасешься на него Приносит третью кружку пива Без подставки У нее реакция Опа Не понял Где печенюшка Три иностранца Заходят в офис Серьезной компании К серьезному директору Подписать серьезный контракт На подставку Серьезных унитазов Они заходят Прямо к нему В кабинет Он пытается Блеснуть английским языком Hi Please welcome Nice to meet you Sit down please Just a minute И разговаривает Секретаршая По громкой связи Надюшенька Будь добра Мне рюмочку Коньячку Этим трюм козлам Чай Один говорит Двум козлам Я переводчик Проходит офицерская вечеринка Поднимается пожилой Седоволазый генерал И предлагает тост За здоровье Ну Отличный тост Всем привычный Все привыкли К таким тостам Все подержали Выпили Закусили Буквально через пару минут Поднимается этот же генерал И предлагает тост Опять за здоровье Так происходит и в третий раз Позже через вас С чего встает молодой лейтенант Товарищ генерал Решите обратиться Субординацию Знаете Тем не менее Ну сколько же можно за здоровье Мы так до утра будем За здоровье только пить Давайте как-то разбавим Есть другие тосты Не менее значимые Может быть За удачу Молодой человек Пить надо за здоровье Мне вчера подвернулась удача А здоровья не хватило Хочу пожелать всем прекрасного здоровья Чтобы вам всегда Всем улыбалась Удача Спасибо за субститры Алексею Дубровскому Продолжение следует...